Каждая мама задумывается о том, как укрепить иммунитет своего ребенка. Ведь риск простудных и других вирусных заболеваний возрастает в разы. Есть несколько основных правил для поддержания и укрепления иммунитета. Это правильный режим дня и здоровое сбалансированное питание, длительные прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание помещений и закаливание. Конечно, сейчас на прилавках аптек можно найти множество препаратов, которые обещают защитить организм. Но прежде чем отправиться за очередной упаковкой таблеток, предлагаем вспомнить старый бабушкин способ. Витаминную смесь на основе сухофруктов и меда. Для ее приготовления нам понадобятся курага, чернослив, изюм, грецкий орех, лимон и натуральный мед. Промойте под проточной водой все ингредиенты в равных пропорциях. Извлеките из лимона косточки и нарежьте его кубиками. Измельчите сухофрукты, орехи и лимон в блендере или пропустите их через мясорубку. Добавьте мед. Храните смесь в холодильнике в плотно закрытой емкости и принимайте по одной чайной ложке 2-3 раза в день за 30-60 минут перед основным приемом пищи. Перед употреблением обязательно убедитесь в том, что у ребенка нет аллергии ни на один из компонентов. Если ребенок отказывается кушать смесь из ложки, схитрите. Попробуйте не добавлять лимон и сделайте из получившейся смеси конфеты. Обкатайте их в кокосе, кунжуте или шоколаде и предлагайте как лакомство. Также предлагаем использовать эту смесь для начинки тортов и творожных десертов. Сегодня мы расскажем вам полезные советы по тому, как собираться на пикник, что покупать, сколько чего нужно покупать, какие продукты, чтобы всем хватило, все были сыты, довольны. Помимо этого мы еще поделимся тремя рецептами простых и очень быстрых маринадок, которые можно сделать прямо на пикнике. Не заморачиваясь тем, чтобы готовить за сутки до это все мариновать, везти, приступим. Перед тем, как отправиться на пикник, вам нужно понять, сколько человек с вами едет, на какое время вы туда едете. Мы же рассмотрим вариант классический, когда мы едем рано утром и возвращаемся вечером. Почитаем, какие продукты нам нужны, какая их громовка нам нужна. Дальше, с помощью несложной формулы, вы сможете умножить данное количество на количество человек, которые едут с вами и посчитать. Итак, какие же продукты нам нужны с собой? Конечно же, все начинается с мяса. Мясо, самое популярное, которое мы берем с собой, это, наверное, свинина и курица, потому что они легче маринуются быстрее, проще в приготовлении. Но вы можете взять, конечно же, говядину, а вообще вы еще можете взять рыбу, стейк из лосося, да хоть креветки, в принципе. Все зависит от вашего вкуса, но мы рассмотрим вариант с мясом. Далее, это овощи, овощи, это баклажаны, цукини, грибы. Это, наверное, основные. Если у вас есть какие-то отдельные предпочтения, вы тоже можете их взять с собой. Дальше. Лаваш, какой-то сыр сулугуни. Это можно будет запечь, отлично будет по вкусу. Конечно же, специи, соусы для вкуса. Кто-то любит побольше, кто-то любит поменьше. На конец можно взять фрукты, можно взять сладкое. И напитки, чтобы это все запить в конце. Мы, в принципе, рассмотрели с вами продукты, которые можно взять с собой. А сейчас посчитаем количество и громовку, сколько всего нужно на одного человека. Со списком продуктов мы разобрались. Теперь перейдем к цифрам и посчитаем, сколько нужно продуктов на одного человека, чтобы все остались сыты и не осталось горы продуктов после пикника. Начнем мы с мяса. Тут зависит от того, от состава вашей компании. Если у вас поровну мальчиков и девочек, то мясо нужно брать 250-300 грамм на человека. Если же у вас больше мальчиков и мужчин, то, соответственно, мясо можно взять немного больше. Если же больше девушек, тогда можно взять мясо немного меньше. С овощами и фруктами такая же громовка. Берем 250-300 грамм на человека. Что касается лаваша, если вы его любите так же сильно, как я, я его ем не только сыром сулугуни, но и закусывая просто мясо, то берите порядка полтора листа на человека. По поводу соусов. Соусы берутся опциональные, вы можете их взять больше, чем нужно. Они не используются и останутся на следующий раз. По поводу воды. Если вы собираетесь ехать в яркий солнечный день, то лучше взять воды больше, пить ее больше, чтобы не было у вас обезвоживания. Также возьмите сладкую газировку, соки и немного алкоголя для настроения. Если вы будете пить алкоголь, то можете взять немного снеков и чипсов, чтобы закусывать ими, пока будет готовиться основное блюдо, это мясо или сулугуни в лаваше. Ну, и еще, если вы будете выпивать, то всегда хочется кушать немного больше. Учитывайте этот момент, когда будете покупать продукты. Я поделился с вами нашими советами. Я надеюсь, они будут вам полезны, и вы ими воспользуетесь. А сейчас мы займемся приготовлениями трех быстрых маринадов для мяса. Сегодня у нас треяпит маринада. Кефирный, томатный и на основе минеральной воды. Пока у нас разжигается костер, мы приготовим маринады, замаринуем мясо и затем пожарим на гриле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, три наших экспресс-магната готовы. Если же у вас позволяет время, вы можете мариновать их до 8 часов в прохладном месте. Но если вы уже приехали на пикник, то это отличная вручалка для вас. Что ж, перейдем к жарке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы пожарили наше мясо. Выглядит оно очень сочно и аппетитно. У меня осталось только попробовать, как оно на вкус. Буду пробовать говятину в томатно-апельсиновом маринаде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они спасут ваш пикник, если вы забыли про маринад заранее. Так что ездите на пикники, хорошо проводите время. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы сделать живот плоским, необходимо правильно питаться и выполнять специальные упражнения. Комплекс для живота можно выполнять в конце любой тренировки либо делать с утра перед завтраком. Упражнения необходимо выполнять друг за другом, без отдыха. Исходное положение. Лежа на спине, руки за головой. Поочередно поднимаем правую ногу, затем левую. Одновременно отрываем лопатки от пола и делаем скручивание. Ноги при этом стараемся держать максимально прямо. В таком же порядке возвращаемся в исходное положение. Выполняем 15-20 раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки за головой, ноги согнуты под прямым углом. Отрываем лопатки от пола и одновременно тянем правое колено на себя. А левую ногу вытягиваем вперед. Возвращаемся в исходное положение. Правую ногу вытягиваем, а левое колено тянем на себя. Выполняем 15-20 раз на каждую ногу. Исходное положение. Лежа на спине, руки вытянуты над головой. Поднимаем корпус за счет мышц пресса и одновременно поднимаем обе ноги. Спину при этом держим ровно. Задерживаемся на пару секунд и возвращаемся в исходное положение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Немного передохните и выполните комплекс еще три раза. Будьте в форме! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Умение завязывать галстук – важный навык для настоящего мужчины. В этом ролике мы покажем вам, как правильно завязывать галстук-бабочку. Первым делом застегните все пуговицы на рубашке и поднимите воротник. Опустите правый хвостик галстука немного ниже и положите его поверх левого. Затем длинный хвостик проденьте под коротким и, чтобы он не мешал, отложите его на плечо. Оставшемуся хвостику придайте форму бантика. Левой рукой возьмите хвостик, который отложили на плечо, и положите поперек бабочки. Теперь нащупайте отверстие. Возьмите длинный хвостик за центр и аккуратно проденьте его в отверстие. Затем расправьте галстук, потянув за ремешок с двух сторон. Затянув бабочку, опустите воротник. Чтобы развязать бабочку, достаточно потянуть за хвостики. Редактор субтитров А.Семкин